друзья всем привет сегодня 28 декабря продолжение нашего видео про авторынок зеленый угол снимаем для вас все автомобили которые там есть напоминаю кейкары были все данные были остаются микроавтобусы минивены универсалы кроссоверы кроссоверы и мини джипики до которые все так хотят поддержи наш канал подпишись на нас если еще не подписан потому что смотрим по просмотрам очень много людей смотрят без подписки прям поставь на паузу поставь на паузу прямо сейчас нажми кнопочку подписаться не забудь нажать на колокольчик и всегда будешь знать когда выходит наше видео сегодня сделаем сегодня возьмем возьмем наверное микроавтобус и попытаемся взять максимальное количество вот досконально обзоры про них делать не будем просто вкратце внешний вид немного салона цена в принципе этого будет достаточно все тактико технические данные ребят кстати вот пишите да рассказывайте про двигатель сколько ходит про вариатор ну это будет будет но в будущем то есть сейчас таких обзорах если мы будем уделять хотя бы по пять минут на каждый автомобиль ну поверьте это будет реально длится длится очень долго всех с наступающим праздником с наступающим новым годом вот ну и как обычно кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь всегда рады помочь nissan сирена наверное такой самый самый микроавтобус опять же соотношение цены до года и так далее по скажем так по крутости по уроченность и так автомобиль 2016 год 12 месяц по японии 2017 год 4 воды один он 450 тысяч еще конечно поищем походим посмотрим предыдущий кузов но этот самый последний кузов из гибрид не гибрид 4 воды 8 место в сидих камера заднего хода датчик при столкновении у нас есть сирена конечно внешний кузов изменился смотрится потрясающе шикарно данный автомобиль еще и гибрид литье летняя резина пупышками можно сказать новенькая по салону тоже автомобиль изменился изменился очень серьезно бардачок верхний бардачок нижний бардачок сиденья найти материал такой прикольный стали делать электро двери нет либо она отключена сзади фишка сирен что предыдущий кузов что этот кузов мне это очень нравится посередине штука вот это она ездит то есть можно передней части усадить три пассажира что законом запрещенного ну сзади сзади не запрещено но короче говоря можно сидение ездит немного в бок 2 печка очень удобные ручки держаться три ряда сидений полноценных три ряда сидений камеры заднего вида есть помимо то что есть три ряда сидений в принципе можно отрегулировать второе сидение немного сдвинуть вперед и на втором ряду сидений будет пассажирам удобно сидеть и на третьем ряду у вас еще остается багажное отделение подлокотник подголовник спрятаться вот здесь вот такой полноценный полноценный микроавтобус заднее стекло кстати здесь открывается до комплектация не из богатых но эти деньги автомобиль должен быть хороший давайте заведем его посмотрим пробег указан сто четырнадцать тысяч вот здесь так вот засветочка до идет давайте вот так сделаем таков завели загорелась у нас автомобили сирена ну и вся информация пошла варик мультируль круиз магнитон климат свой климат контроль до климат-контроль царапин практически нет вместо на меня не смотрите я замерз очень сильно очень сегодня холодно на улице вот здесь такого плана тахометра виде показывает минус 11 градусов утром было минус 14 но хула холод у нас просто жуткий руль идет идет обычный пластиковый антиюз руль у нас вверх-вниз и по вылету тоже он регулируется плюс находимся еще на зеленке пригуриватель вот здесь прятался вот здесь у нас всегда всегда ветер очень сильный так лучшего автомобиль и так 16 год 1 миллион 450 тысяч стоит данный автомобиль nissan nv такой микроавтобус семейные его назвать не могу есть конечно комплектации там хорошие с мягкими сиденьями но тем не менее все равно такие автомобили берут именно для работы хорошие надежные практически не убиваемые двигателя моторы ставятся 16 какой-то там комфортабельности шика такого здесь нет данный автомобиль 15 год 16 700 так а вот ценник что-то я я думал указан по моему 780 тысяч стоит данный автомобиль зимняя резина без литья многие приходят автомобили с черными бамперами бампера уже красят здесь вот такой говорю надежный и довольно таки вместительный автомобиль не каком-то бесключен доступе речи быть не может все обычно все просто дешевый пластик сегодня холода на улице автомобили заводится пробег 116 тысяч автомат климат-контроля нет обычной крутилки ручник довольно много пространства между пассажиром и водителем стеклоподъемники две двери боковые сзади тоже лавочка но по удобнее чем про боксе лавочка это складывается и просто нереальных размеров багажное отделение да раньше такие автомобили стояли там по 650 тысяч можно было взять неплохой вот куда-то в деревню или под бизнес сама то такой автомобиль зеркала складываются регулируются два подстаканника дуйка все ребят по стандарту закрыли у многих стоит выбор что взять либо взять в 200 до либо взять nissan vanette mazda bongo как-то знаете в принципе и mazda bongo и nissan vanette автомобили довольно хорошие надежные практичные но на мой взгляд ван этом смотрится как-то посимпатичнее ой ван это заняется nv200 вот он стоит ванет 15 год 184 воды пониженная на механике 785 тысяч рублей есть автомобили с высокой крышей есть где одна дверь есть где есть автомобили с форточками вот с этими вот есть без форточек тоже простой надежный скажем так неприхотливый автомобиль тойота тойота новых полноценный микроавтобус 7 8 местные данный автомобиль 2015 года выпуска объем двигателя 181 миллион двести семьдесят тысяч рублей есть гибрид есть 4 в.д. не гибрид я имею не гибридная версия идет двухлитровая задняя часть автомобиля багажное отделение как видите заднее сидение крепится по бокам сзади идет два капитанский кресло пусть есть разнообразие комплектации печка две печки электро двери чистенький аккуратно ухоженный салон смотрю глонасс есть шторки круиз-контроль круиз-контроля нет есть комплектация с круиз-контролем два подлокотника такой полноценный полноценный семейный микроавтобус 1 миллион двести семьдесят тысяч toyota welfare 17 год 2 и 5 4 воды 2 миллиона пятьсот восемьдесят тысяч рублей ну это конечно король минивэнов данный автомобиль закрыт сейчас попытаемся найти который будет открыт chrome туманочка chrome решетка chrome литье летняя резина это нереально крутой конечно автобус 4 вода вот он во фаер черный цвет шестнадцатый год 4 воды 2 и 5 гибрид стоимостью стоимостью 3 миллиона вопроса посмотрите на его переднюю часть литье зимняя резина практически нового еще в лимельках много хрома и нереально крутой вид камера заднего вида смотрю есть вижу есть кожаный салон вот трансформация салона пусть можно да можно сложить третий ряд сидений можно вот таким образом разложить его тем самым его уменьшили вы увеличить багажное отделение монитор но просто круть есть даже электро дверь задние два капитанских кресла всевозможные настроечки подстаканник подставка для ног да я это так назову подсветка вторая печка здесь будет комфортно как на передней части так и на задней части пассажирам очень крутой автобус память сидений при положении здесь тоже chrome электро сидение посмотрите на подножках даже коврик есть погреться что ли ну круто круто здесь конечно подогрева сидений чего здесь только нет автомобиль завелся посмотрите какой огромный здесь монитор здесь все как в космическом корабле еще круто 95 тысяч пробег на данном автомобиле вот настроена эти настраиваются сразу и сидения и зеркало заднего вида так ну я вообще не знаю кто так ездит то ё-моё наверное японец какой-то отдыхал вот так в автомобиле как настроил ладно надо обратно все перестроить показано идет зарядка батарея гибрид это полноценный круиз-контроль мультируль управление менюшкой ну и материалы здесь такие прям добротные идут электронный климат-контроль лучшим автомобили но цена конечно кусается цена за такие автомобили что не закрывается он все закрылся автомобиль закрыли зеркала заднего вида сложились сами тойота эксквайр ну практически начинка может сказать даже что и вовсе много но не идут почему-то подороже не вижу смысла за них переправ переплачивать огроменная решетка chrome мотор одну говорю боксе но 1814 год но ребят один миллион пятьсот двадцать тысяч литье летняя резина обвес ручки chrome без ключевой доступ кожаный салон коричневые кожаные вставки знаете мне вот нравится когда салончики такие комбинированные клево смотрится зарядка беспроводная сзади два капитанское кресло электро электро за какие-то деньги конечно будет электро 3 ряд сидений тоже крепится по бокам вот у данного автомобиля салон мне нравится прям такой чистенький аккуратный приятный штатные шторочки идут 2 печка две электро двери вот это вот не знаю что такое 129 тысяч пробег один миллион пятьсот двадцать тысяч не слабо не слабо mitsubishi delica такой внедорожный микроавтобус 15 год двигатель 2 и 4 есть передний привод автомобиля но если честно я не вижу смысла их покупать они идут двушечные туманки ну чем рассказывать про делику до 5 всем известный автомобиль боковые двери сдвижные комплектации тоже есть всевозможные 4 в.д. идет с кнопки огромный салон огромный багажник три ряда сидений тоже удобная трансформация по сиденьям идет подстаканники такой чисто семейный как же его назвать название не могу придумать семейный семейный микроавтобуса джип как-то так неплохо неплохая неплохой материал на сиденьях зеркала электро дверь антибукс столик на 4 подстаканника автомат 4 вану не с кнопки до скрутилки плюс блокировка идет сто шесть тысяч указан пробег на автомобиле довольно проходимый автомобиль миллионов тогда миллион миллион пятьсот десять тысяч он стоит довольно интересный но редкий автомобиль mazda бианте объем двигателя 2 литра автомат 1 миллион сто восемьдесят тысяч две электро двери передний привод есть 4 воды но вот этот на мой взгляд из микроавтобусов мы не будем врать брать альфарда волфайры но это такой самый 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 огромный микроавтобус нереально крутые большие размеры данного автомобиля ну-ка ухта он еще открытый открытый посмотрите сколько здесь места ребят сзади два капитанские кресла это один из автобусов где на третьем ряду реально много места наведем батарейку же аккумулятор подсаживается дверка едет с трудом об дожала 1 летняя резина повторители крутой крутой автобус мы сравнительно скажу недорогой да для такого здорового автобус один миллион сто сто тысяч рублей и это семнадцатый год всеми любимый стэп вагон не знаю только почему вот так все любят резинкомировала видимо так кто-то пятнадцатый год полтора литра туба 1 миллион четыреста девяносто тысяч рублей туманки штатное литье летняя резина ручки хром бесключевой доступ обвес климат-контроль сзади спойлер дверь задняя ломается кстати кто не знает она открывается наверх и половинка открывается комплектация спада открывать уже не будем кожаный руль в полный мультируль система при столкновении движение по полосе датчик рядом стоит voxie 16 год 18 что же датчик при столкновении движение по полосе литье летняя резина 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч сейчас посмотрим что в этом ряду есть что-нибудь что нам подходит так ну в этом ряду нет пойдем еще день поснимаем сейчас тойота хайс 2015 год 3 литра дизель 4 воды вспомните какие были раньше хайс посмотрите как он изменился туманки без литья хорошая летняя резина форточка тоже хороший неубиваемый надежный микроавтобус с очень огромным просто салоном давайте посмотрим вот если честно сзади конечно лавочка такая смешная но есть комплектация где лавка другая посмотрите багажное отделение во первых состояние багажного отделения и какое оно просто огромное верная карта пластик у нас есть я замерз не могу дверь закрыть очень холодно у нас сегодня бардачок климат аксио напоминает три ключа у данного автомобиля газ тормоз ручник смотрите где расположен 165 тысяч пробег ну для такого автомобиля это не пробег закрыли 15 год 3 литра стоимость автомобиля 1 миллион восемьсот тридцать тысяч еще один очень большой автомобиль наподобие хайса ребят сразу предупреждая ценник на данный автомобиль не знаю то есть цену можете открыть посмотреть на дроме самого владельца нет ключи от автомобиля нашли вот но ценник не подсказали и так это nissan caravan 17 год 4 воды печки и сегодня у нас такие машины каких-то просто огроменных размеров туманок нет зимняя резина очень большой автомобиль просто очень большой сиденье здесь пластик сверху ли бардачок снизу бардачок сейчас на водительское место сядем посидим посмотрим на залазить как вы же в него надо просто огромная дверь боковая сдвижная и посмотрите какая идет но блин несуразный как-то такая маленькая маленькая лавочка зато какой какой багажник а тут наверное в полный рост можно стоять вторая печка три человека сюда смело сядет но еще наверно десятка три можно туда положить задняя часть автомобиля не видно там ничего вот эти зеркал это на штуку от петруга нищий сегодня все же страны как видите дыре у нас нет так а тут надо осторожно осторожно надо главное не перепутайте здесь две педали это у нас ручник то придут там будут нажимать воды включается с кнопки что-то снова режим руль обычный пластиковый климат-контроля нету маленькая магнитола смотрите какой широкий автобус он реально широкий место место много руль так солнце светит не вижу вверх вниз по вылету не регулируется нас руль два стеклоподъемника ручка солнцезащитные козырьки зеркало зеркало здесь нет здесь три пассажира вмещается вот так у нас трансформируется есть бардачок лежи даже какой-то аукционный лист вот ну подлокотником я это назвать не могу это по большей части наверно столик для для пассажира либо либо сидение для третьего человека двигатель как догадались находится находится вон там какая-то ниша не знаю что туда бутылки наверно можно засунуть больше ничего не засунуть телефон продавца кому надо 17 год ну блин реально огромный просто огроменный больше чем больше чем хайс ладно ведем дальше